На одной площадке собрались спортсмены из России и Китая. Соревнования проходили по пяти видам олимпийских единоборств. Дзюдо, тэквондо, классическая вольная борьба и бокс. Формат мероприятия, фестиваль содружества, программа началась за четыре дня до официальной спортивной части. Сперва зарубежным гостям показали Москву, после музея и выставки уже на родине Ленина. Учитывая то, что Ульяновская область подписала договор о дружбе, сотрудничестве, взаимодействии с провинцией Хунань, Китайской народной республики, мы предложили в качестве такого пилотного проекта начать это содружество с нас, со спортсменов. Ну а среди спортсменов получается так, что одни из самых активных оказались единоборцы. От Китая делегация из 50 человек, кроме ульяновских на турнир, пригласили спортсменов из Самары, Оренбурга, Саранска, Перми. Всего 11 поволжских регионов. В прошлом году у фестиваля был именно такой формат, только российские спортсмены из Приволжского федерального округа. До начала турнира на протяжении двух дней борцы проводили совместные тренировки. Цели и задачи спортивного проекта – объединение, новые знакомства и получение опыта. Китайцы не победили ни в одном из видов единоборств. Призерами стали… А, единственным в боксе один китаец стал победителем в своей весовой категории. А в остальных видах, вот в вольной, классической борьбе и тахвандо, китайцы стали призерами. А в дзюдо спортсмены Китайской Народной Республики проиграли за третье место в Ульяновском области. В каждом виде единоборства по шесть команд, более двухсот участников. Изначально боролись по круговой схеме, далее за выход в финал и, наконец, финальные встречи. Выступавшие спортсмены 2001-2003 года рождения. 22 числа президиум Ульяновского Олимпийского совета подвел итоги фестиваля. Определили сильные и слабые стороны, наметили планы развития. Есть информация, что совсем скоро в спортивном мире региона произойдут большие изменения, о которых мы расскажем в одном из ближайших выпусков. Анжела Забашт, Александр Кретинин, репортер 73.